Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня в выпуске. Участие в выборах гражданская позиция в важном политическом событии страны речичане приняли активное участие. На этой неделе на территории Речицкого района началась республиканская профилактическая кампания под девизом «Время стать заметным». Скажи «нет табаков» во Всемирный день некурения своих сверстников призывали учащиеся аграрного колледжа. Теперь на эти темы более подробно. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва начались до срочного голосования 12 ноября и завершились в основной день выборов в воскресенье 17 ноября. В этот день избирательные участки работали с 8 до 20 часов. Там избиратели могли не только проголосовать за достойного, по их мнению, кандидата, но и получить массу положительных эмоций. По традиции программа дня выборов была насыщенной. Участок для голосования номер один, который находился в помещении Государственного учреждения образования Детский сад Средняя школа номер один, как и все по стране, открыт в 8.00. Все были готовы и ждали жителей, проживающих по определенным домам улиц. Гомельская, Ильича, Красикова, Новый свет, Советская энергетика в переулок Заводской. Избиратели, в свою очередь, проявили активность и проголосовали за того кандидата, который, по их мнению, достоин представлять интересы речичан в парламенте. Потому что он достойный человек, который я знаю. Человек, который сделает для государства все, что надо. По работе, по жизни, по всем. Так что это самый надежный депутат, достойный кандидат в депутат. Чего мы ждем? Хорошего ждем, чтобы были интересы людей, как-то, знаете, решены. Чтобы нам лучше жилось, чтобы было лучше нашим детям. И все. Вот мы ждем, чтобы какие-то перемены были, чтобы были какие-то действия от этих кандидатов. Так что ждем лучшего. С самого утра в буфете развернулась выездная торговля. Свежая выпечка, фрукты, напитки, полуфабрикаты. Широкий выбор. Здесь же и дегустация. По соседству концерты юных исполнителей, за выступлением которых с особым трепетом наблюдали их родные. За соблюдением всех требований избирательного законодательства в качестве наблюдателей следили профсоюзные активисты, которые прошли необходимое обучение. Среди них члены районной профсоюзной организации работников образования и науки. Выборы проходят без нарушений. Порядок голосования обеспечен. Каждый избиратель голосует сам за себя. Требуется паспорт у каждого избирателя. Предоставлено место каждому наблюдателю, который обеспечивает обзор всего процесса голосования. В целом все хорошо. Без нарушений, по словам профсоюзного наблюдателя, проходили выборы и на участке для голосования номер 25, расположенной в помещении государственного учреждения образования, средняя школа номер 9. На нашем участке выборы проходят спокойно. Приходят избиратели разных возрастов. На мой взгляд, до сих пор никаких нарушений процедуры голосования замечено не было. Ближе к полудню на этот избирательный участок для голосования пришел ветеран Великой Отечественной войны Василий Батура. Василий Кузьмич всегда принимает участие в выборах и во время выборов в Палату представителей Национального собрания 7-го созыва вновь исполнил свой гражданский долг. Впервые я принимал участие в выборах после военных в 47-м году. Это было, знаете, какое торжество тогда. И каждый раз проводилась эта мероприятие с большим подъемом, торжеством. Мы рады были этому празднику. Считалось, что это праздник, большой праздник для нас. Я считаю, что это очень важное мероприятие. Парламент, если он боевой, если он направлен на Содидание, он нам нужен. И мы обязательно должны голосовать за своего кандидата. Свой выбор Василий Батура сделал в пользу процветания страны. В пользу процветания нашей Белоруссии. Знаете, я в сельской местности родился. Сейчас у нас подъем сельского хозяйства. И это меня радует. Вообще город наш какой-то благоустраивается, расширается. Все это положительно. Активно голосовала и молодежь. Для более 500 молодых граждан Речицы нынешние выборы стали знаковым событием, потому что были первыми в их жизни. На избирательном участке номер 15, расположенном в средней школе номер 7, состоялось знаменательное событие для Елизаветы Антиповой и Станислава Долголаптева. Молодые люди к выбору подошли ответственно. Всегда в детстве ходил с родителями голосовать и хотел сам лично голосовать. И вот сегодня я первый раз проголосовал. В первую очередь я сделал выбор за кандидата в депутаты, который, по моему мнению, обладает лидерскими качествами, имеет богатый жизненный и профессиональный опыт. Наконец-то можно сделать свой вклад в развитие страны. И я сделал свой выбор в пользу. Наверное, чувство ответственности, чувство долга перед страной. И за кандидата, который, думаю, позаботится о каждом и представит каждого. С важным событием впервые голосующих торжественно поздравили. На память о первом голосовании им, как и другим почетным избирателям, вручили памятные подарки от района организации «Белая Русь». На этой неделе на территории Реческого района началась республиканская профилактическая кампания под девизом «Время стать заметным». Продлится мероприятие до 24 ноября. Направлена кампания на пропаганду использования свето-возвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами и возчиками гужевого транспорта. За 10 месяцев текущего года на территории республики совершено 2750 ДТП, в которых 395 человек погибли и 2939 получили травмы различной степени тяжести. При этом 780 ДТП произошло в темное время суток. Госавтоинспекция напоминает, за нарушение правил дорожного движения пешеходам-велосипедистам предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. А если пешеход или велосипедист нарушил правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин. В «Скажи нет табаку» во Всемирный день некурения своих сверстников призывали учащиеся аграрного колледжа. В учебном заведении по инициативе и при активном участии Центра здоровья прошла информационно-профилактическая акция. Мероприятие направлено на информирование о вреде курения и призвано мотивировать молодых людей на ведение здорового образа жизни. Курить или не курить – личное дело каждого. Но организаторы акции сочли своим долгом в очередной раз напомнить молодым людям о вреде курения. Им раздавали опросники и тематические буклеты. Табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится рядом с ним. Окружение курящих людей подвержено пассивному курению. Как можно защитить себя и тех, кто рядом от вредного воздействия табачного дыма? Ответ на этот жизненно важный вопрос участники мероприятия искали сообща. Мероприятие проходило в формате непринужденного общения. Ребята с юмором отвечали на вопросы, много вопросов задавали сами. Словом, шел конструктивный диалог. И следует отметить, организаторы акции были убедительными. И в итоге участники мероприятия сошлись в едином мнении. Курение вредно и не модно. Кто против курения? Молодцы! Мы все против курения! Молодцы! Распираем, распираем, распираем! Это не хайпово! Не хайпово! На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждут метеоновости. А я с вами прощаюсь. Всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok